Знать время в походе просто необходимо. Использовать для этого телефон энергозатратно и нерационально. Поэтому нам помогут наручные часы. Само собой, хотелось бы, чтобы эти наручные часы имели какие-то дополнительные функции. Итак, какие же часы могут заинтересовать походника? Классический вариант – механические часы со стрелкой. Имеют два основных преимущества – это надежность в использовании, ну и, само собой, если есть солнце, по ним можно определить стороны света. Но основной минус это в том, что больше функций у них нету. Ну и, если говорить про хорошие механические часы, они стоят достаточно дорого. Вариант второй – так называемые спортивные часы. Это один из самых дешевых вариантов. У них достаточно простой функционал – часы, будильник, секундомер, ну и так далее, что, в принципе, может быть полезно. В основном они работают на батарейках, поэтому батарейку приходится менять через определенное время. В зависимости от производителя это будет либо через два года, либо, например, через 10 лет. Но, само собой, это может стать неожиданным сюрпризом в походе. Поэтому это не стоит забывать. Теперь поговорим о так называемых походных часах. Есть производители такие, как Сунту и Гармин, которые делают часы специально предназначенные для походов. У них достаточно широкий, намного шире функционал, чем у предыдущих часов, начиная от GPS-навигатора и заканчивая измерением температуры, давления и так далее. Что, в принципе, очень полезно в походе. Но очень существенный минус это в том, что они очень быстро садятся и требуют достаточно больших энергозатрат в плане их зарядки почти каждый день. Поэтому иметь часы у каждого участника группы – это нерационально. Одни часы на группу – это вполне приемлемый и хороший вариант в плане, скажем так, дублирования GPS-навигатора или на всякий пожарный случай. Но, ко всему прочему, на что стоит обратить внимание? Как показала практика, именно такие дорогие часы имеют очень нехорошее свойство терять внешний вид, царапаться. И при экстремальных каких-то температурах у них нарушается герметичность. Это вот мы, собственно, в недавнем походе проверили. Было очень неприятно. Если хочется что-то понадежнее, подешевле, с неплохим функционалом, ну, например, чтобы там была возможность измерения температуры, давления, соответственно, высоты. Можно было посмотреть, когда будет закат или восход. Есть недорогие модели в Decathlon Track 500, Track 900, у которых этот функционал присутствует. Плюс, ко всему прочему, как показала практика, они почти неубиваемые. То есть при любых температурах и погодных условиях поцарапать или убить их достаточно сложно. Очень хорошая защита от ударов и очень хорошая водонепроницаемость. Из минусов, которые можно сразу отметить, это все та же батарейка, которая может, к сожалению, сесть абсолютно непредсказуемо. И если уж говорить про эстетику, тут есть некоторые моменты в плане дизайна. То есть, производителю еще есть куда расти. Ну, еще один момент, касаемый конкретно этой линейки часов. Поскольку у них нет связи с GPS, перед каждым походом для точности данных нужно их заново откалибровать. То есть, внести исходные данные. В заключение хочется сказать, что каждому нужно выбирать часы по его потребности. В зависимости от длительности похода и роли, которую каждый выполняет в группе. Например, штурману было бы неплохо иметь при себе часы с GPS-навигатором для подстраховки. Фотографу было бы неплохо знать время восхода и заката. Повару будет достаточно и будильника. А кто-то привык заводить каждый день часы. И ему это медитативное действие просто необходимо. Готовьтесь к походу заранее, чтобы путешествие было удачным и интересным.